Всем привет! Добрый день! Утро! Мы сегодня будем говорить про советские проекты, связанные с кибернетикой и те научные сюжеты, которые связаны с ними сегодня. Тут два раза употреблено, я употребляю слово «связанный». Это очень неаккуратно. Но я делаю это не потому, что мне хочется сказать, что все совсем связано, знаете, и переплетено. Потому что наша встреча сегодня, мне кажется, важным, возможным, полезным событием для того, чтобы попробовать поговорить о том, как именно советские кибернетические интеллектуальные сюжеты, проекты, движения наследуются, влияют, противостоят. Тому, что мы и в современности в 2023 году или там дальше, да, и в истории постсоветской, в российских науках как бы рассматриваем, имеем как информационные и цифровые науки. Это очень большая тема. На удивление малоизученная. И мне кажется, что это проблема для того, чтобы вообще осознавать, на каком языке мы говорим. Когда мы говорим слово «цифровой», когда мы говорим слово «информационный», когда мы говорим слово «кибернетический». К чему это отсылает? Не только в мире понятий, в мире слов, хотя это разные миры тоже, да, но и в том, как это институционально наследовалось или не наследовалось. Где в действительности мы говорим о преемственности, а где о сломе, где этот слом может казаться сам по себе интересным и так далее. И, ну, понятно, что интрига, основная, что ли, интрига нашей встречи – это то, как бы, можем ли мы вообще выделять кибернетические основания в интеллектуальных движениях и науках, которые выглядят похожи на них сегодня. Можем ли мы с легкостью говорить? Ну, это что-то как кибернетики. На каких основаниях мы можем интенсировать? К чему это нас обязывает? Потому что кибернетика – наука об управлении, да, это такой, мне кажется, может быть, даже не наука в дисциплинарном смысле, да, но тот подход, который связывает знания и управление в едином. И насколько мы сегодня, когда говорим о цифровых проектах или исследованиях, да, тоже должны полагаться на эту важность совместности управления и знания. Это, наверное, наш основной вопрос. И поскольку общая серия мероприятий, в рамках которых мы встречаемся, называется «Неделя науки о духе и практики о цифре», то здесь тоже хочется понять, что нам стоит делить, а что нет. Где какие-то сюжеты могут быть, вообще говоря, совершенно раздельным. Более того, у меня есть надежда, что мы придем к каким-то альтернативным определениям, альтернативным сюжетам о том, что нам не только в кибернетику нужно смотреть, но и во что-то другое. Теперь расскажу о том, что будет происходить. Значит, меня зовут Полина, вместе со мной эту встречу будет мудрировать Леню Юдашев, которая занимается темой кибернетики и истории, инфраструктур и интернет. С нами согласились поговорить Олеся Кирчик и Елена Владимирович. Олеся некоторые два года назад уже, получается, собрала нас с коллегами, чтобы делать проект об алгоритмической рациональности в ЕГИТИ Высшей школы экономики. Это были совершенно замечательные два года, особенно я люблю первый. Мы просто так собирались, каждые три недели обсуждали статьи, говорили с людьми с разным дисциплинарным бэкграундом, с историками, с социологами, кем-то только не, и обозревали сюжеты, которые оказались одновременно и шире, и точнее, чем кибернетика. И Олеся предложила понятие алгоритмической рациональности. Я надеюсь, что мы в конце к нему вернемся. Потом из этого вышел большой еще, тоже замечательный совершенно год, пока мы делали проект, писали тексты, с которыми мы продолжаем дальше работать. Мне кажется, там же мы познакомились и с Леной Вивич, которая занимается интеллектуальными движениями, которые не институционализированы так, как научные. И ищет связи не только с ними и институциональными движениями, но и с тем, что вообще-то параллельно происходило в мире. Или, не знаю, там, в Тризе и у Симандона, о котором мы будем завтра будем говорить тоже, и так далее. И мне кажется, это хорошая компания, чтобы так неиспешно попробовать разобраться, начать разбираться в наших сюжетах. Мы где-то около часа будем разговаривать на четверых, а потом и в ходе этого предлагаем вам писать в чат, чтобы мы потом немного поговорили все вместе. Вот. Такой примерно план. Я, наверное, сразу, Олесь, тебе передам слово. Леонид, ты потом, пожалуйста, подключайся. Или ты хочешь тоже что-то сказать вначале? Ну, я, наверное, хочу такую небольшую шутку предложить, связанную с тем, что кибернетика и интернет, в котором мы сейчас все с вами здесь разговариваем, соотносится довольно любопытным образом. Потому что если смотреть из интернета, то кибернетику не очень видно, в сущности говоря, в текстах людей, которые занимались этим в Америке, и в современной России, и в других соседних странах в Израиле. Значит, не видно кибернетических сюжетов. Одновременно, если смотреть из кибернетики, то интернет очень даже хорошо видно. И не случившийся советский интернет, не случившийся кубинский интернет, значит, ну и некоторое общее такое, как бы что ли, интеллектуальное влияние в области категорий, по крайней мере, да, кибернетических, которые дальше воспроизводятся провайдерами и организаторами. Интернет-штуковин. И таким образом получается, что кибернетика и интернет соотносятся, как говорил Делес, как темный предшественник. То есть в одну сторону мы можем проследить связь, а в другую сторону связь не прослеживается. И поэтому в этом разговоре мне хочется выйти из него не только с интеллектуальным, как бы что ли, выводом, но и с некоторым политическим материалом, о котором думать дальше. Потому что сдается мне, что все-таки кибернетика достаточно существенно политически заряженная программа. И поэтому интересно, как ее влияние на интернет, есть ли там и политическое измерение тоже этого влияния, и, значит, как нам об этом думать. Спасибо большое, Леня. Интернет вообще большое страшное слово. Я переживаю, как мы будем касаться сегодня. Можем, мне кажется, аккуратно. Или, Леня, ты тогда нас решительно сразу доведи. А пока передаю слово тогда Олесе про вообще не факт, что все мы хорошо и одинаково понимаем, что значит кибернетические основания. И насколько вот эта идея про управление, политическое, это, может быть, мы очень поверхностно об этом говорим, или просто сразу к сторонам смотрим. Расскажи, пожалуйста, как ты видишь вообще, что про кибернетические основания может говорить. Может быть, ты немножко расскажешь просто для всех, чтобы было понятно, о чем мы говорим с твоей точки зрения. Я бы, наверное, даже с одной стороны согласилась и даже заострила то, что только что сказал Леня о том, что кибернетика как предшественник такой, видимый, всего современного и постсовременного мира. Хотя это может быть тоже такой байос уже исследователя, который несколько лет занимался кибернетикой, но я бы даже сказала, что сегодняшний мир, он, это мир, победивший кибернетики. Это кибернетика, она везде. И я имею в виду и интеллектуально, и на уровне кибернетических предпосылок, методологий, технических устройств, практика управления, говерменталитиз и так далее и тому подобное. Мы постарались разные, каждый из этих ниточек можно по отдельности вот так разматывать, вытягивать, смотреть на нее, попытаться их тоже как бы связать друг с другом. Это все, конечно, интересно. Наверное, я бы просто хотела максимально широко так начать. Но при этом, да, интересно, что кибернетика действительно с какого-то времени, довольно рано на Западе, особенно с 60-х годов, да, уже довольно быстро, и там уже с 70-х, начало 50-х в Советском Союзе, как термин не используется, как к ней не отсылают, но тем не менее идеи, методологии, и тот инструментарий, который в ней заложен, он проникает почти повсеместно, почти повсеместно. И можно так сказать, что даже как Бурде, когда описывает бессознательные дисциплины, как-то, что какие-то вещи становятся, входят, становятся частью бессознательного, научного мировоззрения или политического мировоззрения или культуры, и тем самым забываются, то есть это нормальный процесс забывания и усвоения. То есть забывается не потому, что это больше не актуально, а потому что это полностью усвоено. Может быть так, можно предложить мыслить об этом тоже. Еще один способ это концептуализировать. Что такое кибернетика? Ну, вообще, было бы странно, если бы я могла бы дала единственное и правильное определение этого понятия, но, наверное, не имеет такого единственного определения, и каждый исследователь, сходя из своей оптики, что-то выстраивает, как-то определяет этот объект. Но, в общем, в целом можно сказать так, что эрнетика – это действительно некоторая общая рамка для науки, некоторая методология, то есть амбициозная методологическая заявка, сформулированная в частности Виннером в своей известной книге, в его известных трудах, на то, чтобы предложить общую методологию для всех наук, по большому счету, чтобы понять, как устроены живые системы, технические системы, общество, хотя сам Виннер был более, в этом смысле, осторожен. Но, тем не менее, это было очень радостно подхвачено и перенесено в социально-гуманитарные мысли тоже. И на самом деле тоже, опять же, это, может быть, тоже нам поможет понять вот эту странную судьбу кибернетики, которая на Западе, например, так и не была, институциализирована, в отличие от Европы и особенно Восточной Европы и Советского Союза, где был создан, как вы знаете, Совет по кибернетике в Академии наук, институты кибернетики, специальности со словом кибернетика, техническая кибернетика, экономическая кибернетика и такая и другая. То есть был целый ряд дисциплин, которые даже этот термин использовали и соотносились как бы эксплицитно с термином кибернетика. На Западе она как бы довольно быстро растворилась, разбежалась по самым разным виниям, по компьютер-сайенс, нейросайенс, с когнитивейт и так далее и тому подобное. И, собственно, можно также смотреть на кибернетику как некий синтез, который предложил, временный синтез, который предложил Винер в своей работе в середине 20 века, который объединил очень много самых разнообразных линий, которые существовали в инженерных науках, в математике, которые развивались в течение большого периода перед этим. И просто он как-то синтезировал и предложил такой проект. И потом многие из этих линий, которые он синтезировал, продолжали развиваться совершенно отдельно и вне кибернетики и так далее. Поэтому это чрезвычайно сложно вообще к кибернетике в каком-то таком чем-то компактном, обозримом, и чем-то, что мы можем так объять умом и быстренько за пять минут объяснить, что это такое. Но, в всяком случае, я думаю, что кибернетика, что может быть важно для нашего разговора, это наука об управлении. Так ее в советском контексте и понимали. Это, возможно, было заострено в советском контексте. Я могу потом объяснить, почему. Не случайно. Думаю, спроста так получилось. Но это, в общем-то, та же тавтология кибернетика, она и есть. Кибер, вы знаете, да, это управлять, сайбер. То есть это наука и есть наука об управлении изначально. Но о специфического рода управлении, не о любом управлении, для которого центральными являются, как вы знаете, понятия информации, информации, энтропии и системы и обратной связи. И вот комбинируя вот эти четыре понятия, мы создаем управляющие системы. Причем управляющие системы – это может быть абсолютно все, что угодно. Это может быть какое-то техническое устройство, это может быть биологическая какая-то штука. Мы можем говорить, моделировать, например, каким образом мозг управляет движением руки, пальцев, ноги и так далее. Создаем протезы. То есть это все абсолютно вписывается, основывается на этом видении управления при помощи информации, обратной связи, которая предложена кибернетикой. Кибернетикой. И как кибернетика, безусловно, технократический проект. Кибернетика – наука о том, как предложить какие-то эффективные, оптимальные, хорошие механизмы для управления. Можно сказать так в самом широком смысле. И, мы знаем, в истории западной кибернетики это стремление выражалось в том числе в придумывании самых разных механизмов, каких-то черепашек, таких устройств, которые движутся, с одной стороны, автономно, а с другой стороны, следуют правилам, заложенным в них их создателям. И, как я уже сказала, кибернетика, соответственно, включает в себя некоторый набор теоретических оснований, теоретических методологических оснований, которые мы можем, я думаю, прослеживать в самых разных технических, научных, гуманитарных областях. И, что касается социально-гуманитарных наук, ну, есть, так сказать, вот... Ну, давайте я, наверное, сразу об этом сказать о кибернетических основаниях, Полина, или потом. Хорошо, ну, может быть так, в самом широком смысле. Да? Да, да. Расскажи, пожалуйста, чтобы мы как-то приземлили это на вот все вместе, более прекрасное введение было. Спасибо. Как мне видится, есть несколько основных, так вот, как бы, каких-то направлений, широких пластов, даже социально-гуманитарного знания, в котором мы можем обнаружить это кибернетические основания. С одной стороны, это все, что касается того системного подхода, все, где используется понятие систем, а особенно сложных систем разных. И в социологии это и Парсенс, и, естественно, Луман, даже кто-то считает, что, возможно, и Бурдиет до какой-то степени, и даже Пуков. Некоторый такой функционализм, как можно понять, что вот есть представление объекта исследований в виде некоторой системы, в которой можем выделить части, которые обмениваются между собой информацией, как бы так вот, даже у Фукон, как власть, как эти капилляры, капилляры власти, вот это она движется, значит, вот обменивается, вот это довольно-таки так приблизки к кибернетическому представлению о том, как устроен мир, кибернетической антологии, идеи узких мест, в которых информация не проходит, там проблемы возникают. Ну, в общем, вот это все с одной стороны. То есть такие вот уже тоже сегодня немножко вышедшие из моды какие-то отчасти, особенно Парсенс и такой вот социологический функционализм. С другой стороны, и что, возможно, менее очевидно, кибернетические основания совершенно по-иному используются в том, что принято называть таким постмодернистскими гуманитарными социальными науками, от, не знаю, Деррида, Леотар и вот это все. Почему? Что здесь? Какая связь? Несколько другая связь с кибернетикой. Есть те постмодернистские авторы и течения, в которых исчезает субъект, происходит как бы десубъективизация и борющиеся, скажем так, с таким благоцентрическим, классическим, европейским философским наследием, и когда подходят к культуре таком тоже, в таком формально-функционалистском ключе, тоже и в особенности, да, такие вещи уже более современные, как трансгуманизм, вот это все, да, в которых уже исчезает субъект, и отчасти те критические направления, связанные с киборгами, там, Дону Харовой, да, для которых кибернетика как бы является некоторым ресурсом для критики вот этого традиционной европейской культуры, построенной на гуманизме. И третья такая большая часть, такой пласт современных теорий в гуманитарной и социальной сфере, все, что касается управления, поведением, управлением людьми. Особенно эта экономика связана, вы знаете, что такое там канон Канаджи, подталкивание, проектирование разных механизмов, то, что по-английски называется, механизм дизайн, поведенческие науки для управления людьми, все то, что сегодня на первом мертвовом крае в говерменталтисе находится, в практиках и теориях управления. Создавать механизмы, которые подталкивают людей, формируют поведение людей в некотором заданном управлении, которое кажется желательным тем, кто проектирует эти системы. Вот, теперь я могу очень коротко сказать, где, мне кажется, как раз где нет кибернетики. Кажется, она почти везде. Есть все-таки места, где ее точно нет. И я могу задать несколько таких опознавательных знаков, как узнать, что здесь не проходила кибернетика. Вот, если вы увидите, что где-то идет контекст, ситуативность, умолчание, смыслы, нагруженность, перегруженность смыслами всякими разными, вот, собственно, молчание. Недавно прекрасно, как раз рассуждение на эту тему о том, что же теперь, что остается вне сферы доступности чат-GPT, который даже в четвертой версии вышел. Что уже кажется, ну что все, все сферы человеческого ему доступны, и со всеми он справляется. И, возможно, как раз именно это, вот такие вещи, как, знаете, например, кино очень важно при молчании. Не то, что происходит, а то, чего нет. То, что остается за пределами слов, на краях бумаги. Да, это что-то, что трудно подается формализации и такому функциональному какому-то анализу, объяснению. Может быть, и тут маленький мостик к Digital Humanities. Может быть, вот это как раз как некий такой неформализуемый остаток, тот, который остается человеку. А может быть, и нет. Может быть, и он тоже вводил сферу машины. На этом я, пожалуйста, на лусь. Вау! Спасибо! Список того, как увидеть и не увидеть, увидеть отсутствие наличия кибернетики, просто хочется выпустить отдельной книжкой и читать ее на ночь. Я вспомнила, что буквально вчера прочитала про то, что, значит, Принстон запустил давно довольно сайт, сейчас просто он пополняется, который посвящен библиотеке Shakespeare & Company, где, значит, выложено то, как читали разные интересные люди и, собственно, выложены маргиналии. То, как читал какой-то человек. И вот эта вот идея про то, что, с одной стороны, вроде бы не совсем ошметки. И вот у нас есть проговоренное, а еще есть на полях. А мне вот кажется, что идея маргиналий как самостоятельного жанра, а не чего-то маргинального, это же очень интересно. Но это просто сразу иллюстрация такая небольшая. Спасибо большое. Хочется дальше думать про этот список, но, наверное, следующий мой вопрос здесь. Может быть, Леня, я тут тебя бы попросила уточнить. Олеся сказала немножко про советскую ситуацию, да, и про восточноевропейскую, про то, что кибернетика там была более институционализирована, может быть, в меньшей степени стала бессознательным наукой. А можешь ли ты немного рассказать здесь о том, как ты видишь тоже этот процесс в контексте изучения интернета или в целом? А потом мы перейдем тогда, Лена, к тому, как кибернетика, наоборот, стала в неинституционализированном, неформальном, но, мне кажется, менее важных в интеллектуальных движениях существовать. Это, конечно, поразительно интересная, на самом деле, история, потому что я скажу об аналитической перспективе и о том, что я видел в данных своих и в наших общих клуболюбителей интернета и общества, а мы провели восемь экспедиций или шесть экспедиций в шести городах России были, чтобы узнать о том, как устроена история интернета. И в аналитической перспективе страшно интересно, Олеся, к тому, о чем вы говорите, что, значит, если мы смотрим на интернет или на что-то там, да, на водопровод электричества, как инфраструктуру, мы в Infrastructure Studies отчитываем наше рассуждение от работы Томаса Парка Хьюза, значит, его книжка Networks of Power, это 86-й год, если мне не изменяет память. Это страшно любопытно написано. Хьюз историк, значит, и он берет... теорию систем, и говорит, что любая инфраструктура это система, значит, и дальше мы можем, в связи с этим мы можем смотреть на внутреннее, внешнее, на разные компоненты, из которых она составлена, можем смотреть на то, как она меняется с течением времени, и он указывает впрямую, что если вначале, значит, роль социальных компонентов, организационных, и даже человеческих, будет выше, как типа, да, в стартапе важно, кто там организатор, и, значит, как устроена корпоративная культура, потому что иначе все разбегутся, то в развитой инфраструктурной системе, наоборот, роль этого понижается, а увеличивается роль предшествующих технических решений, значит, и, 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 как бы, некоторый такой, публицистически говоря, эффект колеи, значит, он называет это инерцией, моментум, что, значит, моментум накапливается, и дальше система уже вовсе не такая прыгучая становится со временем, как она была вначале. Поскольку Хьюз историк, совершенно непонятно, кого он читал из социологов, значит, читал ли он Парсонса, знал ли он, кто такой Фуко, вроде бы да, значит, известно, что когда он защищал про это дело диссертацию, ему сказали, что все хорошо, но только, знаете, слишком много теории у вас, и, значит, у историков американских, видимо, так было не принято в тот момент времени, но сам он делает это все очень простым образом. Он говорит, вот есть господин Бертоланфи, значит, мы от него берем, что такое система, и все. А все остальное, вот эта история про компоненты, про внутреннее, внешнее, она как бы вытекает из этой одной ссылки, значит, на Бертоланфи. Это страшно любопытно, потому что, ну да, ни на какую кибернетику Хьюз даже близко не ссылается, значит, но тем не менее, разного рода кибернетические разработки можно там увидеть, и может быть, действительно, это значит, что в Америке 86-го года, если ты говоришь о технологиях, если ты, да, публикуешься вместе с ранними эстейстниками, с Латуром, Лоуей, разными другими чуваками, но при этом сам ты не социолог, может быть, ты действительно берешь из как бы вот этого общего уже культурного поля, кибернетические, идеи без копирайта, потому что они там как бы просто есть. И вот работы об интернете как инфраструктуре, они, собственно говоря, тоже с этим словарем возятся, этот словарь задействует. И вот я сам, в общем-то, тоже про кибернетику здесь думал далеко не в первую очередь. Олеся, спасибо вам большое, что обратили мое на это внимание, потому что, да, сам Хьюз говорит, что можно тут совершенно спокойно без кибернетики обойтись. Он, конечно, делает это в немалой степени, как мне кажется, легкомыслим. А в данных я видел вот что, значит, если кто читал книжку Бенджамина Питерса, которая называется How Not to Network a Nation об истории советского не случившегося интернета, значит, вы знаете, что Питерс, да, название книжки Хьюза напишу в конце тогда своего рассказа. Вы знаете, что Питерс говорит там, значит, что кибернетические советские разработки оказывают влияние не только на, значит, советский вот этот не случившийся интернет, который действительно, кажется, был насквозь кибернетическим, это они показывают вместе с Вячеславом Геровичем в своих работах, но и на интернет 90-х годов точка. Я спросил у него, значит, при встрече на конференции, что именно он имеет в виду. Он сказал, что это влияние, значит, можно, как ему кажется, проследить через дискурс и через общую организационную основу. То есть, что ранние провайдеры имели какое-то отношение, значит, к научно-исследовательским институтам, где занимались, ну, не то, чтобы ровно эти люди занимались кибернетикой, им тогда было довольно мало лет, ранние провайдеры, многие были очень молодые люди, значит, но как бы они этому учились, они слышали эти слова, и как-то оно вот из-под вошло туда. Я же в своих данных видел совершенно другое, что даже тот единственный мой собеседник в городе Переславль-Залесский, значит, местный провайдер, это директор местного провайдера, это, собственно, настоящий, значит, ученик советского довольно крупного кибернетика Турчина. И как бы даже в его риторике, когда он говорит о кибернетике, у него идет очень чистый словарь, значит, вот этот самый кибернетический, потому что он действительно все это много лет, значит, об этом рассуждал. А когда он говорит об интернете, все эти категории у него полностью пропадают. И мне кажется, что, значит, можно попробовать как бы сказать, что в его интернетной работе, в его работе как провайдера, значит, есть какие-то кибернетические основания, но это нужно очень сильно вчитывать и как бы переинтерпретировать то, что он говорит. И здесь, в общем, достаточно значимый вопрос, мне кажется, для поиска кибернетики в новых разных местах, где не очень понятно, есть она или нет. В смысле, где ее нет в чистом виде, где ее нет в виде этих кибернетических категорий. Здесь, Олеся, мне было бы интересно услышать, что вы об этом думаете. Для поиска этой самой кибернетики, например, в раннем интернете, значит, нужно достаточно существенно переинтерпретировать то, что говорят эти самые провайдеры. У них нет категории, их надо тогда, значит, там как-то, значит, как-то найти их какие-то следы или эхо. Значит, у них нет, значит, может быть, биографической связи с этой кибернетикой, но нужно тогда как-то интерпретативно вчитать ее в их биографии. В общем, короче говоря, как бы я в своих данных этого всего в раннем интернете не увидел, и это меня страшно интересует как бы все эти годы после разговора с Питерсом, потому что, да, на уровне, значит, вот этого как бы влияния из подволь можно было бы ожидать найти кибернетику в раннем российском интернете, но если смотреть непосредственно на данные, вроде бы ее там нет. Могу ли я отреагировать сразу? Быстро постараюсь. Мне кажется, здесь несколько вещей, которые требуют прояснения, и мне кажется, несколько тоже каких-то проблем вот в изначальной какой-то концептуализации и понимании. Я думаю, честно скажу одно, я совершенно, я не согласна с интерпретацией героя Шей Питерса, Агаса как предшественника интернета. Я считаю, что they got a low loan. Правда. Агас из этого аргументы, и что, собственно, как и американские сети того же времени, да, там интерпа и так далее, и те, которые были придуманы с Таффордом Бьером для Чили, CyberSense, знаменитый, для медианной описанной, и Агас в Советском Союзе, придуманный Кушковым, как известно, это специфические системы, которые являются полностью кибернетическими, полностью вписываются и по дискурсу, и по сути, по своему техническому устройству, и по назначению тоже. Агас и CyberSense – это управляющая система, система созданная для управления экономикой. Они основаны на постоянном фидбэке, на обратной связи, информация, которая идет от производителей в режим прямого времени, анализируется и принимаются решения, оптимальные для экономики. Это кибернетическая система, и по форме, и по сути. Вот, я думаю, что потом интернет связан с этими системами в том смысле, что отчасти технология тоже здесь есть, и, так сказать, инфраструктурный, и географический есть некоторая преемственность. Потому что, да, какие-то части, куски сетей, которые мы знаем, например, в Советском Союзе, Агас не был создан, как его Клушков задумал, зато были созданы разные другие вещи. Во-первых, была создана система Госплана информационная, создавалось огромное число информационных систем в каждом министерстве, в каждом ведомстве, у Минобороны были огромные системы информационные. И они, конечно, и вам как раз, Парина и Ирёне, вы лучше это знаете, потому что я этого не исследовала как раз точно, но вроде бы новые интернет, то, что стало интернетом в позднесоветские годы и сразу в постсоветской России, они как бы основаны на этих сетях, которые уже были учеными, связаны с научными институтами, ведомствами и так далее. Но потом здесь, я думаю, что происходит некоторый и действительно дискурсивный сдвиг, который вы заметили в своих данных, о котором вы сейчас только что говорили. Но я думаю, что есть еще и другая, там есть еще другая на уровне даже генеалогии, что важно проследить. Интернет не выходит полностью там из-за газа, из-за аберсина. Это другая вещь, у нее другая идеология, другое видение, которое некоторое в нее заложено, хотя отчасти, конечно, и связь какая-то есть. Потому что, чтобы не занимать больше времени, я думаю, что вот я так пока закончу на этом комментариях. Олесь, спасибо большое. Мне кажется, это важный такой, Илене, тоже, в каком-то смысле исторический момент, потому что, мне кажется, события, на которых нам твердо кто-то говорил, это не агасный интернет. Но я тут возьму на себя модераторскую роль, попробую чуть объяснить, о чем пошла речь, потому что у нас общий контекст, и понятно, что слова всем понятны внутри здесь. А если вы слушаете и думаете, что, какой агас, то буквально два слова об этом. Это система планирования, которая разрабатывала в Советском Союзе на интеллектуальных, кибернетических основаниях, в экономике, которая должна была стать оснасткой для плановой экономики, системы обратной связи, чтобы у нас не только план спускался сверху, а потом пятилетка желательно за три, а внутренние коммуникации между теми, кто включен в заводы, производители, все-все-все, чтобы не давали обратную связь, и можно было его уточнять по ходу дела. То есть все включить единую сеть, единая сеть, то есть слово «сеть» присутствует в этом смысле. Да, я думаю, что это то, что их объединяет как раз, агас и современный интернет. Да, да, но мне кажется, что тут, что нам важно, чтобы продолжить, что с одной стороны, да, и вот Олеся тоже об этом говорила в начале, когда мы говорим про современную науку, мы говорим про то, что она насквозь кибернетическая, а еще она насквозь техничная. И мы действительно вот сейчас заговорили вроде бы о науках, начали, но тут же перешли на техники, технологии, на инфраструктуру. И это очень важно, что это не раздельные вещи, это не то, что мы можем... Нет, 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 нет. Вот это практики о цифре или там о сетях, мы их откладываем, да не можем это разделить толком, потому что способ производства знаний, его укоренения, его трансформации, он очень сильно связан с тем, как устроено технологически. Плановая экономика в Советском Союзе осталась без агаса, вот как большой сети, но поскольку разработки действительно были очень близкими к тому, как развивались другие, ну, собственно, сетевые разработки, поскольку интернет – это тоже сеть, то, ну, как бы вот дальше оно так идет. И при этом работы Слава Героевича, Меджамина Питерса, на которые сейчас коллеги ссылались, они показывают связность между этими проектами. и как бы это важно, как раз чтобы начать в эту сторону думать, но дальше возникает вопрос, насколько это связано с там, состоит из противоречий, не состоит. И я бы вернулась сейчас еще немножко к тому, какие интеллектуальные основания существовали еще вокруг кибернетики, не только основания движения, мне как-то близко здесь слово движение, может, как я на меня поправил, потому что мне кажется, что в некотором смысле техника оказывается способом институционализации науки, ну, или какого-то ее укоренения, то есть какие-то вещи, они начинают не проговариваться, а сразу внедряться в то, как что-то устроено. А еще мы разговариваем про это, еще мы пытаемся какие-то теории строить, причем зачастую не в рамках институтов науки, и мне кажется важным, что в советских ситуациях разных тоже такое было, и, возможно, многие из этих движений оказали или оказывают влияние не меньше, чем институционализированные или впаянные в технические устройства. И, Лена, мой вопрос к тебе, как раз ты занимаешься теми движениями, которые не институционализированы, расскажи, пожалуйста, какие, и к чему они относятся к кибернетике? Да, я не являюсь специалистом по истории кибернетики в СССР, поэтому я все, что говорю, это какие-то выводы и мое видение, к которому я пришла в результате изучения именно того материала, с которым я работала, и он не был прямо связан с кибернетикой. Я занималась двумя, в основном, советскими кейсами. Это ТРИС, теория решения изобретательских задач, и системы мыследеятельностной методологии Георгия Петровича и Дравицкого. Я рассматривала, как складывался какой-то теоретический аппарат этих дисциплин, какие влияния они испытали, и как сами вот эти интеллектуальные течения формировались на протяжении времени, что с ними стало потом, после распада Советского Союза. Ну, насчет ТРИС, мне кажется, он все-таки довольно далек от кибернетики, поскольку какого-то существенного влияния кибернетики, по-моему, он не испытал. А вот методология испытала влияние кибернетики, причем такое структурное, то есть это повлияло на то, как в 70-х годах закладывались какие-то основания практического метода Шидравийского, который потом был превращен в организационную деятельность на игры. И вот, исходя из моих исследований вот этого случая, я могу сказать, ну, там вначале просто Полина задавала вопрос про то, про какую-то историю кибернетических движений. Ну, то, как бы, что я могу сказать по этому поводу, что, судя по всему, в 60-е годы в Северском Союзе был повышен интерес к кибернетике. Это было очень популярно, особенно в каких-то столичных интеллектуальных кругах, которые вот принадлежали ранним методологам. Там все читали повально какую-то систему технику, изучали системный анализ, читали кибернетиков, таких как Эшби, например, Эшби был очень популярен. Конечно, Винера читали. И, ну вот, как я поняла, интерес к этому был обусловлен тем, что кибернетика в 60-е годы воспринималась как такой способ отойти от какой-то догматичности официальной науки и найти какой-то новый, ну, какой-то свежий воздух, какое-то более новое, такое авангардное направление исследований. И вот здесь я бы просто, как я тоже говорю, только со своей позиции, с позиции того, что я как бы исследовала в связи с этим. Наверное, одна из причин, по которым в советское время в 60-е годы была популярна кибернетика, в частности, в интеллектуальных кругах, которые были связаны с методологами. Это та же самая причина, по которой кибернетика, как и методология, к концу Советского Союза не институционализировалась, как правильно сказала Олеся, и не считалась за науку, как и сейчас. Кибернетика, как поле, как дисциплинарная область, она не входит в научный пантеон наук. И эта причина — конструктивность подхода к кибернетике. Интеллектуалы, которые в 60-е годы осваивали кибернетический метод, они были привлечены в нем тем, что кибернетика, по крайней мере, в том изложении, в котором они ее читали, была направлена не на описание мира, она не заимствовала какой-то научный метод позитивных наук, который сложился, например, к современности. То есть современные науки, они, как правило, завоевывают какое-то звание научности благодаря тому, что они заимствуют какой-то научный метод, они его используют, и они могут из этого предоставлять какие-то верифицированные, с точки зрения научного метода, результаты. Так вот, кибернетика не была такой наукой, она была не дескриптивная наука, а принципиально конструктивная, и это проявлялось, например, в их подходе к модели мира, которую можно было построить в рамках кибернетики, и к языку. И вот именно это привлекало интеллектуалов 60-х годов. То есть о чем тут речь? Тут речь о том, что кибернетика не пыталась исследовать мир, она скорее, она была как раз очень такой ситуативной, то есть кибернетика предполагала построение очень ситуативно обусловленных моделей при помощи высокоабстрактных каких-то теоретических предпосылок на основе этих предпосылок. То есть кибернетика предполагала, что та модель, которую вы получите, она зависит не от того, каков мир, с которым вы работаете. Ваша задача не является исследовать этот мир, вашей задачей является построить ту функциональную и практически полезную модель, которая вам нужна конкретно в этом случае. Именно поэтому кибернетика представляла абсолютно абстрактную теоретическую рамку, которую вы могли накладывать на что угодно. То есть какие-то базовые понятия кибернетики вы могли применить абсолютно к чему угодно, к любой системе. Вы могли найти систему кибернетическую во всем, если у вас есть такая необходимость. И в этом заключалась конструктивность. А в 60-е годы в таких интеллектуальных кругах, например, связанных с Щедровицким, люди относились то есть они были как бы настроены, что ли, они были такой чем-то вроде левых диссидентов, то есть они были настроены против советской бюрократии и против советского управленческого аппарата с каких-то левых или низких позиций. Это было довольно распространено и довольно типично для того времени. Именно поэтому они считали себя продолжателями авангарда 20-х годов. И в кибернетике они видели такой способ, они видели вот эту авангардность, то есть они видели вот эту проектировочность. Кибернетика была для них той наукой, которая позволяет не просто изучать мир, а его проектировать. И вот именно это было имя заимствовано. Вот, и я тут хотела тоже подчеркнуть вот эту особенность кибернетики. Именно ту особенность, которая ей не позволила институционализироваться в том числе. Это не единственная была, конечно, причина, но именно эта же особенность, она заставила методологов, она сделала методологическое движение отдельным и от науки, и от философии. То есть методологическое движение выделялось как некая отдельная область. Вот, наверное, то, что я хотела сказать. Лена, спасибо. Это совершенно потрясающая, мне кажется, идея. Я как-то взволнована ей про то, что кибернетика работала во многом как авангард в науке, в смысле, что не просто марксистская, вот раньше мы описывали мир, теперь пришло время его изменять. А это, да, не изменять какими-то как бы разговорами или называниями мира, а конструировать напрямую, проектировать, да, проект, 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 и, конечно, строить модели, да, и здесь это удивительным образом, ну, как раз про Чарджи Петти, Олеся ты говорила до этого, у нас было несколько встреч, и мы с моим коллегой Гаврилом Великом писали небольшой текст, который как-то пытается проблематизировать эти сюжеты, там мы скорее говорили про филологию, язык, и, ну, в общем, то, как междисциплинарность, у нас тут был тоже разговор с Гаврилом и Борисом на днях, я, извините, пытаюсь собрать ссылки, вот Лёня упоминает тексты, я скорее слазу на то, что у нас тоже говорилось, и кажется, это важно, потому что момент действительно может быть такой, что нам надо как-то к тому, что оно конструировано, непроектировано обратиться, да, и вот на крупном столе как раз про Чарджи Петти мы говорили про то, как в рамках наук в общем-то дескриптивно в том числе, мне кажется, укладываются обращения с Джи Петти, пока вот так вообще скажу, но при этом вот тоже у нас про Джи Петти же вчера был разговор с Валей Голевым про то, что и вот это напрямую пересекается, насколько для наук связка объекта и способы изучения является конститутивным, да, что социология изучает, что общество, там химия, биология, да, все выбирают свои объекты, дальше дробиться на постмодернистские объекты типа урбанистика, интернет, что-то еще, когда мы уже говорим, а, вот у нас объект идет вперед, а как бы метод сообразный ему выстраивается на наследие уже вот этих разобранных связок больших объектов типа общества, политики и соответствующих им языков описаний способов как бы способов устроения. И мне кажется, что если думать про кибернетик как такой авангардный импульс в разных науках, а действительно ну ведь допустим в биологии тоже есть это не только про науки, а духи, мы сейчас на них пока сосредотачиваемся, и при этом технических решений, то оказывается, что они как бы благодаря ему оказались очень близки, но меня здесь удивляет, знаете, что, вот мы тоже в проекте про алгоритмическую рациональность с моим коллегой с Вячеславом Костенко изучали то, как информационное общество там становилось, и сейчас не вдаваясь детали, я могу сказать, что в том числе марксистские соображения максимум идеи не очень сильно повлияли на то, как легко понятие информации стало частью советского, советских наук, да, то есть с марксизмом кажется в подложке это казалось очень просто. Сейчас, ну да, и вот сейчас мы говорим, что еще как бы у кибернетики есть такой запал сразу и менять, и объяснять мир. Просто, может быть, вот, потому, что сказала и Лена, и Полина сейчас, может быть, стоит просто чуть-чуть прояснить вот этот контекст, то, о чем говорила Лена, и, может быть, связать с тем вопросом, который Леонид сразу обозначил, еще как политический некий запал кибернетики. Вот, авангардность или консервативный. На самом деле мы видим, что кибернетические проекты могут быть как авангардными, так и очень консервативными. Например, патерналистскими и так далее. То есть, тут нет, то, что, и то, что сегодня авангардное, завтра, на следующий день становится очень консервативным, традиционным. То есть, в этом смысле, я не думаю, что кибернетика, она в абсолюте и авангардно или нет, или консервативно, но она в разных контекстах может становиться той или другой. И действительно, в 60-е годы в Советском Союзе очень важно понимать, что тот круг людей, интеллектуалов, столичных, о которых говорила Лена, связанных, частью которых в том числе была методология Федоровицкого. Это был период реформы в Советском Союзе. И это был период, и вот это внедрение кибернетики было связано с размышлением о реформе, о переустройстве советского общества, советской экономики, общества, политики. И в этом смысле кибернетика действительно давала возможность и помыслить, и сконструировать инструменты некоторые механизмы, чтобы реформировать эту командно-инвесторитивную систему. К тому времени уже всем было понятно, что она неэффективна, плохо работает, ее нужно менять. И разговоры о реформе, весь дух 60-х годов как бы стимулировал мысли в этом направлении. И это очень видно на многих примеров того периода, когда и инженеры, и философы, и экономисты все думают в общем-то на тем, как таким образом перестроить советскую систему. И кибернетика становится возможно главным ресурсом интеллектуальным для самых разных действительно. что в экономике, что в инженерных науках, философии, методологии. Наверное, это важно подчеркнуть. Спасибо. Да, решительно. Лена, пожалуйста. Да, я хотела сделать пояснение. Я согласна с Олесей. Мне кажется, что в основе своей кибернетика не несет какого-то... Она не политическая. То есть дело именно в том, что кибернетика беспредметная. То есть она не строится как в современной науке, вокруг объекта, исследования, метода, как Полина сказала. Именно поэтому поскольку кибернетика представляет из себя метод, она представляет собой такую абстрактную рамку, которую вы можете накладывать на что угодно. И это ее функциональность, она и позволяет использовать кибернетику в разных обстоятельствах и действительно наполнять ее каким-то разным политическим содержанием. Я говорила про авангардность. Я имела в виду, что именно интеллектуалы 60-х годов рассматривали ее как авангардность, потому что они действительно видели сходство с марксизмом, как сказала Полина. Для них действительно кибернетика абсолютно естественным образом накладывалась на какие-то основы марксизма, на такую идею практической философии, то есть это какая-то интеллектуальная рамка, которая абсолютно проективна, она нацелена на то, чтобы создавать. Вот именно в этом плане кибернетика в определенный период считалась авангардной. Ну, конечно, в какие-то другие периоды другими авторами она могла использовать по-разному. Спасибо. Мне кажется, это как раз такой ход кибернетики как под виду философии специфическому, да, и здесь мне кажется очень ценным, что мы в этом разговоре расшили, что кибернетика это не только... Меня чуть-чуть смущало, что как бы в начале мир жил-жил-жил, а потом пришла кибернетика в какой-то целостности и неделимости, и так как будто она выросла на грядке, хотя у нее свои очень интересные интеллектуальные корни, о чем, слава богу, тоже изрядно хороших книг написано, и про политические ее аспекты, и про все остальное, да, и здесь мне, наверное, хочется вот что уточнить, и, Олеся, это вопрос к тому понятию, которого я большой фанат, логаритмической рациональности, да, вот сейчас я помню, спросила у студентов как-то раз на открытой лекции знают, что такое кибернетика, каждый год спрашиваю, смотрю, какие группы, как, что отвечают, они спросили, связаны ли это с киборгами, то есть их первые ответы были про технику, это какой-то шифт, я раньше такого не слышала, но, моему, интересно, вроде бы отделение кибернетики, остатки именно советских таких руинированных уже, но институциональных проектов были, а сейчас действительно это как будто все растворилось в технике, и, ну, и в науках тоже, да, но здесь ведь есть еще одна, один аспект, что кибернетика не была, ну, то есть не кибернетика единой, мы можем те же или близкие сюжеты, сюжеты плохое здесь слово, но не могу пока подобрать более удачное, потому что это уже не про основание, да, может быть, движение, а соотнести не с кибернетическим, а с чем-то другим, с специфическим типом рациональности, например, да, чтобы позволить нам сегодня, насколько я понимаю, лучше понять алгоритмичность, которая была тоже там, да, с, иногда это можно вывести к сюжетам с медиа, например, о чем мы сегодня говорить не будем, но тем не менее, Олесь, поскольку ты как раз как бы придумала это понятие, и мне оно кажется, я не знаю, ты его изобрела или как это было, алгоритмическая рациональность, в общем, расскажи, пожалуйста, что, если не кибернетик, на что нам еще нужно обращать внимание. Понятие алгоритмической рациональности я, безусловно, не придумала, непосредственной мотивации для того, чтобы начать думать, использовать это понятие относительно советской ситуации, советской истории, был задан очень хорошей книгой, которую всем рекомендую, Полина, может быть, даже в чате напиши, изданная коллегами-историками американскими Пол Эриксон, Майкл Вордиан, Лавен Дастин и некоторые другие, по-трансу Reason Almost Lost Its Mind. И они как раз, темой книги является возникновение этой алгоритмической или формальной рациональности в военный и поствоенный период Соединенных Штатов. Вместе с приятия наук и технических областей в мире такой некий тип рациональности, который состоит в том, чтобы в исследовании правилам. То есть алгоритмическая рациональность, они понимают алгоритм как правило, ву, и алгоритмичность выражается в исследовании правилам. И они противопоставляют, в частности, Ларин Дастин в историях науки противопоставляют такой тип рациональности, рациональности просвещения, рациональности, которая основана на человеческом суждении. И здесь противопоставляется суждение как некое человеческое свойство и способность по следованию правил, которое и что-то, что всегда стояло в интеллектуальных иерархиях намного ниже и почему-то по каким-то причинам в середине XX века стало каким-то золотым эталоном рациональности, собственно, ее определением. И это тот тип рациональности, который в наилучшей степени соответствует машине. Что делает машина? Машина следует алгоритмам, то есть правилам. И больше ничего другого она делать не может. И вот этот чем неинтересен этот разговор об алгоритмической рациональности, потому что он задает еще более широкую рамку чем разговор о кибернетике и вписывает кибернетику в многовековую на самом деле историю историю идей научной рациональности, которая также связана конечно с политикой и с культурой и много с чем еще. И она отчасти пересекается с кибернетикой по очевидным причинам, но не совпадает не полностью. Вот опять же Лена рассказывала о своих кейсах, которые она изучает, рассказала о том, что система ТРИС, система решения Альтшулера, который предложил набор алгоритмов для решения разнообразных творческих и изобретательских задач. Она могла бы быть и без всякой кибернетики, она скорее вписывается в эту более широкую историю алгоритмической рациональности, о которой это даст коллеги. И в то время как методология контекстуально оказывается вписана в историю советской кибернетики и с ней очевидным образом связана. Вот и тут очень сложный разговор, который мы собственно только начали в наших семинарах и проекте, к которым мы только-только подступаемся и который следует понять, как его развивать дальше. Коллеги автора книги How Reason Almost Loads Its Mind считают, что алгоритм рациональности этой рациональности был в какой-то период холодной войны популярен и стал даже доминирующим наук экономики управления психологии и что с тех пор все-таки он был имеет существенные ограничения и с тех пор он подвергался самой разной критике и уже с 80-х годов собственно с концом холодной войны он уже не очень актуален. И здесь как раз у меня с этим некоторые проблемы потому потому что с одной стороны правда критика самая разная была физика совершенной рациональности агентов в экономике и психологии bounded rationality ограниченные все это действительно было это вроде бы так на самом деле с другой стороны закончилась ли история алгоритмической рациональности этим самым я не уверена и это может быть мостик к современности как раз в нашем сегодняшнем разговоре вот потому что действительно здесь знаете здесь очень и что касается и кибернетики впрочем тоже здесь действительно есть некий такой дискурсивный разрыв примерно прямо как Пафуко прямо да который говорит а не о континьюитих а о разрывах действительно такого рода разрыв и все что на уровне дискурса онкокультуры этих уже 90-х годов кажется как будто бы это все уже про другое и вот эта вся послевоенная история холодной войны и кибернетики и алгоритмической рациональности как будто бы к нам уже не имеет отношения люди говорят по-другому уже об этом какие-то другие вопросы решают но так ли это да и вот мне кажется что все-таки это и алгоритмическая рациональность и кибернетика современности причем я бы даже сказала что чем дальше тем больше чем уже ближе там к нашим 20-м годам тем больше мне кажется эти связи прямые повторы вот нарастают мне кажется актуальность этих вещей найдет по нарастающей может быть это только мои впечатления в формате легкой шутки хочется сказать что алгоритмические поиски наших дней связанные с нейросетями и всем таким нас от рациональности сдвигают к аффекту когда выходит на сцену датсиентист говорит я не понимаю как оно работает он говорит это совершенно явно аффективно и значит как бы здесь рациональность останавливается и начинается чистое удивление и значит публика в общем тоже эффективно начинает рассуждать о том что до сингулярности осталось 2 минуты 31 секунда ну и ну это в формате шутки вот в формате серьезной реплики хочется спросить тогда о действительно политической стороне вопроса потому что насколько я понимаю зачем нам нужно уметь значит понимать уметь анализировать сложность и уметь управлять сложностью как говорит кибернетика потому что в сущности если мы поймем как управлять сложностью мы сможем спасти сложную систему человечества значит да ну и как-то ее улучшить в этом смысле мне кажется что этот вопрос не вполне нейтральный что это вопрос с вполне конкретными вполне конкретными политическими ауткомс и в свете этого тут действительно может быть наверное мостик Полины к Диаш и к более новым чем кибернетика способом рассуждения обо всем этом значит технонаучным способом рассуждения потому что как бы в какой степени здесь наверное ты можешь рассказать в какой степени в общем-то политический клейм кибернетики воспроизводится в Диаш и соотнесение знания и действия как бы знания для действия верно для Диаш как мне кажется оно было верно для кибернетики я бы наверное тут Лень а ты говоришь вполне конкретный политический видимо конкретный такой а не такой вот можешь чуть-чуть объяснить эту развилку да что значит здесь конкретный политический клейм да ну в смысле что он вот был что значит нам нужно научиться управлять сложностью для того чтобы работать со сложной системой человечества при деле альтернатива нам не нужно управлять альтернатива например нам нужно значит научиться анализировать сложность потому что анализировать сложность это хорошо ну вот как правая наука да здесь говорит значит мы будем читать канта потому что читать канта это хорошо не потому что это нам поможет что-то улучшить потом спасти матушку Германию значит, от сложной ситуации жизненной, а потому что просто наука, просто это хорошо. Ну, отдельный интересный вопрос, в каких науках в какой степени заложен выход к тому, что мы можем называть прагматическим действием, но это действительно хороший мостик Digital Humanities, а также я скажу тебе, что это не шутка никакая про эффект. Вот был у нас вчера разговор про удовольствие и ИИ. Начали мы его с Минона, с диалога платоновского, а дальше Валя Голев убедительно на разных сюжетах показывал, что удовольствие от того, что наш запрос в действительности сходится с тем, какое знание реалии существует в мире по этому поводу, этот сюжет удовольствия и смычки нашего вопроса к миру и того, что в мире есть, ну, как бы оно очень важная часть действительно современных не только GPT, но и других моделей. Да, что мне кажется очень большим, большой проблемой как раз для того, о чем ты говоришь, Леня, потому что проблемы в каком? Интеллектуальном смысле, потому что чем больше мы наслаждаемся смычкой наших способов узнавать про мир и как бы существование мира, тем больше мы на глубинно-подспудном уровне сомневаемся в том, что этот мир действительно существует, потому что, ну, как бы все не может быть так просто. Да, если он так хорошо смоделирован, если он так хорошо описан, то как бы не в симуляции, мы все с вами, да, и мне кажется, что вот этот страх, просто продолжая тему аффекта, он очень интересно, подспудно существует там в антиутопиях, в утопиях, накладывается на разные религиозные картины мира. Почему я вдруг заговорила про это? Потому что, с одной стороны, ну, вот я не так давно с Digital Humanities, так сказать, в плотных отношениях, раньше у меня как-то больше было связки с интернет-исследованием, но внезапно я обнаруживаю, что очень закономерно я оказалась здесь в том смысле, что действительно в исследовательских программах как таковых очень часто мы исследуем, кроме прочего, потому что увеличение знания самого по себе, даже если оно не проверяется действиями в мире, ну, это что-то неплохое, да, мы узнаем, мы меняем прежние знания, мы действуем не только в современности, мы действуем в том числе по отношению к тому знанию, которому мы наследуем. Очень важная вещь для именно, ну, из вот того подхода к миру, который, ну, строго говоря, не задается глубинным вопросом на связи того, что мы изучили с действием, но изнутри, особенно междисциплинарных наук и направлений, движений, мне кажется, вот то, о чем Лена говорила, да, вот эта возможность даже уже совсем не авангардная, мне кажется, что это как раз уже произошло, да, от того, что у нас, нам уже, да, у нас уже есть инструменты, как бы соотношение наук и практик, давайте мы будем их применять. Давайте мы будем брать чистый инструмент, вот, да, я уже сралась на эту проблему, о которой мы, кстати, думали про GPT, да, проблему того, что мы вытаскиваем из наук метод, потом из метода операцию, а там дальше Кащеева смерть, в смысле, а потом мы с этой операцией идем ко всему, к чему она предложена, отлично, у нас есть стилометрия, мы можем изучать стиль у Толстого, Достоевского, Дюма, а еще у интернета, каким бы он ни был, ну, какая хорошая идея, действительно, люди же пишут текст, вот мы можем с ним как-то работать, прекрасно, да, я иронично про это говорю, потому что, ну, тоже из-за политического беспокойства, в том смысле, что изучать в данном случае, значит, изучать, чтобы управлять, даже на минималках, да, мы красиво проект сделаем, ну, в музее будет классно, там, людям будет хорошо, в науке вообще будет удобно, удобно, когда у тебя не бумажный каталог, а цифровая форма, вот это удобство, которое, мне кажется, заменяет здесь наслаждение, наслаждение, то есть, да, тут типа два аффекта, я даже вот прям, Леня, мне твоя шутка очень понравилась, два аффекта, аффект от того, что мир сходится с тем, как мы его знаем, но при этом мы не знаем, как до конца это знание произведено, это волшебство магии Ригдаты, и аффект от того, что мы можем сделать на основе этого что-то удобное и поделиться этим с людьми, это же вообще обе вещи не дурные, я не вижу тут, ну, как бы, каких-то оснований для того, чтобы оценочными высказываниями делать об этом, но скорее хочется, ну, как бы, не забывать о том, что эти два аффекта включены в оснастку, которая зиждется на, действительно, как Олеся хорошо сформулировала, четырех китов кибернетики, информации, управления, системы обратной, обратной связи и системы, и вот здесь, мне кажется, что очень хороший пример о том, который позволяет подумать о том, как это существует, это как раз неформальное движение, потому что в науке в силу того, что она вынуждена постоянно себя, ну, как бы, легитимировать через институты и как-то прописывать, вписывать себя в существующие языки, как и в технике, которая, или в проектах, которая, как бы, действует, ну, чтобы удобно было for social good, political good, что угодно, да, это все как-то уже упаковано в существующие языковые модели, правда. А вот в неформальных движениях, Лена, это вопрос к тебе, да, вот интересно, насколько тоже эти, как бы, вопросы-то поднимались, к кому, кем управлять, потому что меня в этой ситуации беспокоит не наслаждение, а то, насколько одни и те же мы оказываются управляющими и думают о том, а как мы, значит, будем что-то делать, проект, что угодно. И кажется, что мы говорим мы, 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 а потом, там смотрится, кто эти мы, и вот у меня есть такое подозрение, что там начинаются проблемы. Некоторые одни мы невозможны после других. Мы выходим из отношений, где мы были все мы, вдруг оказывается, что нет, это были они, да, и как бы, что управляющие, управляемые, это у тебя большая разница. И вот, мне интересно, Лена, ты думаешь, это было в неформальных движениях, насколько там они ставили вообще эту проблему, ну, кто кем управляет, про, про все интересно, про шедеврительный, про трейс, что ты научишь. Да, вот вопрос управления, конечно, очень важно поднять, в основном, потому что сейчас, в современности, особенно в гуманитарных науках, управление поднимается, на мой взгляд, очень узко, во всяком случае, не так, как это исторически обычно было. Ну, например, если говорить про советские какие-то движения, которые испытали в лиане кибернетики, или были как-то связаны с проблемой управления, там проблема управления осталась принципиально не так. То есть сейчас, когда мы говорим про управление, сразу в голову приходит идея о том, что какие-то люди управляют другими людьми. Ну, это узкое понимание понятия слова управления, даже вот в кибернетике управление понимается не так, а предельно абстрактно. То есть неживые предметы могут находиться в отношении управляющего к неживым предметам. Это не обязательно субъекты, это даже не обязательно предметы должны быть, это могут быть какие-то сущности. И исторически, когда ставилась проблема управления, например, в Советском Союзе, как правило, не подразумевалось управление людьми. Какие-то основные вопросы, связанные с этим, они касались управления производством, потому что какой-то подъем производства и создание такой административной системы, которая бы как-то эффективно могла структурировать это производство, управлять им, как-то организовывать взаимосвязь между разными звеньями административной цепочки. Это была очень насущной проблемой весь период существования Советского Союза. Но вот если вспомнить, как ставили проблему управления, например, в методологе в прошлом или ТРИЗовце тоже, как правило, никогда речь не шла об управлении людьми. Это какой-то взгляд более современный, более пришедший... Ну, он просто не совсем соответствует Советскому представлению об обществе. Потому что, вне зависимости от того, как Советское общество в реальности было устроено, конечно, в реальности управление людьми осуществлялось. Но на уровне теории, на уровне представлений, когда говорили об управлении, обычно речь шла об управлении ресурсами, об управлении производственными мощностями, об управлении логистикой. И это очень важно заметить. И кибернетика именно позволяет поставить вопрос в отрыве от идеи власти. Вот тут, может быть, стоит как раз разделять проблему власти и проблему управления. Потому что управление понятие гораздо шире. И в каких-то гуманитарных науках, которые сейчас являются такими наиболее влиятельными, конечно, когда говорят о управлении, чаще всего говорят о власти. Ну, вот это разные вещи. Нужно ли мне как-то конкретизировать что-то? Мне кажется, это очень интересный ход, который как раз позволяет здесь поставить точку запятой. В том смысле, что действительно вопрос про разные мы и про то, какая вся власть у нас разная, он исходит из какой-то такой мнимой холистичности того, что, ну, конечно, вообще-то все мы и люди, и машины. Есть суть одно. И только потом приходят те, кто разделяет нас и говорит, что это ресурс. А это то, чем мы управляем. Но это искусственное разделение. Нам нужно его каким-то образом сбывать. Это абсолютно посткибернетическая, телезианская идея, которая, мне кажется, откровенно говоря, сомнительной. Я только что спрашивала из нее. Я сейчас поняла, что, в общем-то, если мы исходим из мира, где какое-то развлечение есть, и нам не нужно все время говорить, что, ах, вы зря называли природу культурой и рассовывали их по разным местам. То есть, собственно, кибернетическая, переваренная, вот эту холистичность и бесконечную жизнь не впрыскивает, то, в общем, действительно, мы можем говорить о том, что управление происходит между... Управление и не власть, оно не рассеяно везде. Да, Лена, пожалуйста. Да, и когда... Конечно, сейчас есть множество подходов, которые понимают проблему управления достаточно абстрактно, но при этом субъективируют, что ли... Ну вот, допустим, когда я говорю, да, управление производством, можно, конечно, зайти с какой-то такой позиции, что там производство тоже, вот с какой-то латурянской, допустим, позиции, что нужно рассматривать какой-то завод или станок тоже как некого субъекта, и поэтому рамка управления, которое наложено на мои отношения со станком или с заводом, она будет как бы этически неправильной, нам необходимо мыслить это в других терминах. Ну, я хотела сказать, что это обычно как раз и подразумевает некий переход от такого практического, практической ориентации к этической, но при этом практическая ориентация, она исчезает, потому что когда речь заходит об этике, о морали, тут уже вопрос стоит о том, как это представлять, как это говорить, как об этом говорить. Это первостепенный вопрос. Но если говорить про советские кейсы и про старую кибернетику, просто дело в том, что практические вопросы, они были настолько давлеющими и срочными, и люди, которые этим занимались, они были в это вовлечены. Например, они работали при заводах, были инженерами, то есть для них это были срочные практические вопросы. И поэтому вопросы не ставили с этической позиции. И вот я просто хотела разделить вот эти две перспективы. То есть мы можем говорить об управляющем и управляемом с точки зрения этики, но это будет исключать нашу вовлеченность в практику, которая у нас есть, то есть мы не вовлечены сейчас в практику производства. Люди, которые занимались этим в Советском Союзе, как правило, были больше в это вовлечены, именно поэтому вопрос ставился по-другому. Надеюсь, я понятное говорю. Да, очень. Полина, если возможно дополнить, то совершенно соглашусь с тем, что сказала Лена, это очень важно, совершенно другое понимание управления, которое теперь нужно сформулировать, которое связано с кибернетикой. И удивительным образом в Советском универсуме и политическом, и инженерном, научном, связанном с кибернетикой отсутствуют субъекты люди. Если, например, в экономике, менеджменте, управлении капиталистическом это все о субъектах, о том, как устроены отношения, об их интересах, об их отношениях, психологии и так далее. То есть в советской науке об управлении ничего этого нет, как бы субъектов нет. И в этом смысле может показаться, что действительно это вообще все не о людях, и нет управляемых и управляющих, что в то же время не совсем точно, потому что тоже важно понять, что даже в том же подходе методологов, но и среди людей, которые занимались искусственным интеллектом, кстати, тоже, которые, в общем, тоже, попытно, что в Советском Союзе искусственный интеллект понимался тоже как некая управляющая система при этом всего. И здесь я потеряла нить. Управляющая система и то, что… Да, да, да. И у тех и у других действительно нет субъектов и людей, управляемых непосредственным образом в их схеме. Тем не менее, это идея управления выражается в том, что все-таки инженер, методолог, то есть, в целях по искусственному интеллекту, он проектировщик, он все-таки тот человек, который проектирует и который должен научить тех же управляющих, локальных менеджеров, управленцев тому, как правильно управлять, то есть дать ему некие инструменты и более того, дать ему новый язык, то есть сформировать, придумать новый язык, чтобы переопределить некоторые проблемы, с которыми он имеет дело, и дать инструменты, иногда даже алгоритмы, для их решения. Но это присутствует как бы неявно. Все-таки вот этот момент иерархии, как вот технократизма, он присутствует, хотя и не в явном виде. Спасибо. Я чуть, знаете, в таком сомнении, потому что, с одной стороны, нам пора заканчивать. С другой стороны, очень хочется узнать, если, простите, обратная связь и модераторство такая технократичная вещь, что нужно обязательно обеспечить, чтобы правила алгоритмической рациональности соблюдались. И расширять ли это нам сейчас на то, что происходит, я не знаю. Я бы дала, наверное, подложила 10 минут. Во-первых, может быть, есть, я вижу, что у нас остаются интересные собеседницы и собеседники. В частности, я вижу здесь людей, с которыми мы вместе изучаем, что такое digital humanities в России. К нашим дням. Может быть, коллеги, у вас есть здесь вопросы в духе, а при чем тут все-таки digital humanities, это же другое. Вот на самом деле мне из того языка, который мы сейчас с вами произвели, кажется, что нет. Кажется, что это все-все объемлющее. И digital humanities, и кибернетик. А мне кажется, что не только маргиналии, что и вообще есть в программах гуманитарных наук, цифровых, что бы это ни значило, другое. И при чем это другое, может быть, политическим другим, что-то, что вы слушаете, думаете, ребята, вы что вообще? Нет, нет. Да, это такой, может быть, изначально эмоциональный ход, да, когда мы еще не понимаем, почему это другое, но есть какая-то догадка. То есть тут необязательно иметь обоснования этому. сопротивление может происходить, потому что... И мне кажется, что в науках, в том числе, это тоже происходит. То есть тоже делезианство, мне кажется, довольно не всегда как бы обоснованное, скорее, такой попытки политического, довольно классово, структурированного высказывания. Наталья, я подцепила у тебя, конечно, текст прекрасный, мне кажется. Вот. С другой стороны, может быть, у вас просто есть вопросы о том, какие стороны, где-то что, в Humanities или про кибернетику вопросы, да. В общем, если есть что сказать и хочется поделиться, высказаться, вот давайте за 10 минут попробуем это коротко сделать, а потом уже поговорим, я думаю, еще не раз, потому что действительно как бы какое-то время пересобирать, наверное, какие-то вещи, интеллектуальные в том числе. Вот. Можно в чате написать еще? Плотно, слушайте, с другой стороны, мне кажется, наш с вами разговор тоже очень плотный, и мы сделали в нем даже больше одного круга, вернувшись под конец к технократии, немножко побеспокоить бессознательно наших наук и языков. Поэтому, ну, коллеги, мы будем вкладывать записи, если вам захочется постфактум что-то написать, сказать и так далее, то можем это потом сделать. Тогда что, будем завершать? Я хочу финально, наверное, вот про что сказать. Лена сказала про словосочетание, которое меня очень задело, мне кажется, очень интересным. Это словосочетание пантеон наук, то, что кибернетика в него не вошла, и, ну, части других интеллектуальных движений тоже не входили. И кажется, что то, как устроен пантеон, да, само по себе, то, как устроены институты наук, оно, ну, все время... Это такой движущийся пантеон, знаете, на тележке. Едет, едет, едет. И меняется, перестраивается. И то, как бы, что с ним сделало, мне кажется, не столько войдя в него, сколько став одной из несущих стен кибернетика, хочется изучать, и говоря о содержании наука, говоря о том, как они устроены, об их институциональных особенностях, о том, что с ним происходит сейчас. И, может быть, в этом была конструктивная идея кибернетики, конструктивистская такая, да, которую мы зачастую не распознаем или распознаем как-то по-разному. В этом смысле этот временный синтез, про который говорила Олеся, безусловно, начиненный политическими сюжетами и технологиями, как говорили Лене сегодня, стал не столько временным, мне кажется, сколько временным, да, он двигает нас во времени, мы существуем не только в ситуации, какой-то сложенной уже кибернетикой, а в том, что она стала участвовать в наших интеллектуальных сюжетах дальше. И давайте, наверное, продолжим распознавать. А пока спасибо всем большое. Это был очень плотный, интересный разговор. Полина, там был вопрос в чате. Ой, простите, ура, отлично. Леня, можешь помочь, пожалуйста, с вопросом? Или, может, Артем, расскажите. Да, а вопрос, собственно, такой, что какова степень открытости или доступности источников для сливания истории кибернетики в СССР, потому что многие проекты были и, возможно, остаются закрытыми. Олеся, Лена, мне кажется, к вам вопрос, я буквально же этим занимаюсь. И занимаюсь. Смотрите, очень многое доступно все-таки в архивах, поскольку прежде всего архив Академии наук и архив разных институтов, которые входили в систему Академии наук и Совета по кибернетике. Но это то, что касается, конечно, гражданской науки. То, что было частью военной науки, было и остается засекреченным. Поэтому здесь с этим трудно что-то сказать. Современные проекты, да, я думаю, что если у вас нет какого-то специального контакта, который готов поделиться, доступности таких данных нет. А как с неформальными движениями обстоят дела? Ну, с неформальными, конечно, все доступно, поскольку это сохранялось самими людьми, тут ничего никогда не засекречивалось. Напротив, для популяризации движения это старались всячески печатать, распространять всеми возможными способами. Ну, и до сих пор так и происходит. Сами участники движения составляют какие-то архивы, переиздания делают в своих работах. Ну, я, опять-таки, не специалист в этом, но чисто интуитивно мне кажется, что, как и сказала Олеся, наверное, если были такие какие-то закрытые проекты, наверное, они касались военной сферы. Ну, и то просто в 90-е годы многое же было обнародовано, многие архивы были открыты. Мне кажется, что много чего действительно должно быть можно найти. Ну, а у кибернетики еще всегда был такой статус, это не была какая-то... Ну, она все-таки, как мне кажется, была во многом гражданской наукой, она не сразу себе пробила какой-то путь в официальную советскую науку. Поэтому, мне кажется, источников должно быть очень много. Да, ну, кстати, вопрос в том, как они систематизированы и насколько легко по ним ориентироваться, ох, какой непростой. Вот. И это тоже отдельная... Отдельная задача, знаете, для того, чтобы нам управлять знанием о том, из чего состоят наши науки, хочется иметь к ним больше доступа. Мы пока с Святославом изучали информационное общество, ну, в общем, столько попыток систематизации слабоуспешной предприняли. В итоге что-то получилось, но, честно, это пока не предел. То есть слабоуспешное это действительно реально большого количества знания. С одной стороны, очень многие вещи открыты, но то, что они открыты, совершенно не значит, что их легко найти. Я боюсь, пока даже чат-дже пяти нам тут не поможет, хотя как бы какую-то... Ну, то есть это обозреть все очень сложно и структурировать. И, может быть, это не нужно делать сходом и сразу. Сначала лучше разобраться о том, зачем это нам нужно. Вот. Что мы продолжаем делать. Тогда еще раз прощаюсь. Долгие проводы. И правда, спасибо. Было очень хорошо. Всего доброго. Спасибо, Полина, за организацию этой дискуссии и приглашения. Было очень приятно. Спасибо. Пока.